В истории США было два критических периода существования, первый – война за независимость, 1775 по 1783, второй – гражданская война, 1861 по 1865. В обоих случаях внешнеполитическая позиция России способствовала тому, что США успешно преодолели эти кризисы. Англия долгое время воевала на суше солдатами, набранными не только в самой Англии, но и за рубежом. Когда восстали ее североамериканские колонии, правительство короля Георга пыталось завербовать армию во многих странах, в том числе в России. В конце 1775 года король прислал российской императрице Екатерине просьбу о присылке в Америку 20 тысяч русских солдат для подавления мятежа. Императрица вежливо отказала. Но англичане не оставили своих домогательств, и в 1777 году повторно обратились к России с просьбой о присылке на сей раз хотя бы 10 тысяч солдат. На что снова последовал отказ. Более того, в 1780 году Екатерина II объявила декларацию о вооруженном нейтралитете. Она провозгласила свободу всех нейтральных государств торговать с воюющими странами, исключая торговлю оружием и право вооруженным путем отстаивать эту свободу от действий иных флотов, а также коперов. Формально направленная как против Англии, так и против Франции и Испании, принимавших участие в войне на стороне США, эта декларация, тем не менее, фактически была демаршем против Англии, объявлявшей о «блокаде США» и запрещавшей всякую торговлю с мятежными колониями. К российской декларации присоединились правительства Швеции, Дании и Нидерландов. В 1807 году Россия и США договорились об установлении дипломатических отношений. Они не прервались и в тот период 1812 по 1815 годы, когда Англия была союзником России в войне против Наполеона и в то же время воевала против США. Во время гражданской войны в США Англия и Франция оказывали сдержанную поддержку сепаратистам Юга. Это обусловило позицию России в поддержку Севера. Совсем недавно закончилась Крымская война, в которой Англия и Франция были противниками России. Очередное ухудшение отношений между Россией, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой, наступило в 1863 году точка, когда эти западноевропейские державы поддержали восстание Польши против российского владычества. Одно время казалось, что новой войны России с этими странами не избежать. В этих условиях естественным становилось сближение России и США. В самом начале гражданской войны, в июне 1861 года, российский министр иностранных дел князь Александр Горчаков передал через посланника России в Вашингтоне Эдуарда, стекля дружественные чувства российского правительства к правительству США и выражение поддержки мерам, предпринимаемым для сохранения единства Союза. С течением времени поток комплементарных заявлений с обеих сторон возрастал. В сентябре 1861 года госсекретарь США Уильям Сьюарт просил стекля передать Горчакову, что президент Авраам Ринкольн оценивает нынешнюю политику России как «гарантию дружбы», берущей начало с первых дней существования США. Принимая в конце 1862 года верительные грамоты от нового посланника США в Петербурге Кэмерона, император Александр заявил ему, что «всегда питал сердечные симпатии к Северу и стремится, чтобы силе и влиянию США не было нанесено ущерба». Пресса Севера неизменно с восторгом отзывалась о политике России в отношении американского конфликта. Газета «Нью-Йорк Дейли Трибюн», боевой рупор республиканской партии, 7 августа 1862 года опубликовала статью о России под названием «Наш настоящий великий союзник», где писалось «Никто не забыл приветствие, которое Россия послала нам, когда началась война, и тех пор Россия не изменила свою позицию ни на словах, ни на деле». Трудно переоценить важность дружеских отношений с этой великой и растущей державой. В 1863 году отношения России с Англией и Францией обострились. Тогда Александр II решил послать на океаны две российские эскадры с целью действий на коммуникациях этих стран, в случае войны. По дороге эти эскадры должны были зайти в порты Соединенных Штатов Америки с визитом дружбы и продемонстрировать Солидарность правительств России и США Из Кронштадта была отправлена эскадра под командованием капитана первого ранга Степана Степановича Лисовского, ранее служившего военно-морским атташе в Вашингтоне. В состав эскадры входили три фрегата, два корвета и клипер. Из Владивостока, основанного только за три года до того, вышла новая Тихоокеанская эскадра русского флота под командованием капитала первого ранга Андрея Александровича Попова в составе четырех корветов и двух клиперов. 29 сентября 1863 года эскадра капитана Лисовского прибыла в Нью-Йорк. 1 октября русская Тихоокеанская эскадра вошла в порт Сан-Франциско. По инструкции, данной капитаном Поповым, русские корабли должны были вступать в боевые действия против любых кораблей, нападающих на побережье США или совершающих коперских действия по захвату судов. Необходимо заметить, что США в то время практически еще не располагали флотом на Тихом океане, и там существовала угроза нападения океанских рейдеров южан. Северная пресса с восторгом писала о визите русских моряков. Эскадра Лисовского наведалась также в Вашингтон. Андреевский военно-морской флаг развивался над берегами Потамака. Нью-Йорк Дейли Трибюн писала, между Соединенными Штатами и Россией всегда были сердечные отношения. Спикер Палаты представителей Скалфакс заявил на борту фрегата Александр Невский, Россия и США могут находиться в дружественных отношениях вечно, как существуют звезды. Русские корабли пробыли в США до июля 1864 года. Когда российское правительство решило в 1867 году продать Аляску, то отвергло все предложения Великобритании, мечтавшей ее купить и присоединить к Канаде, и предпочло продать ее слабым и дружественным Соединенным Штатам за втрое меньшую сумму, чем готовы были заплатить англичане. Продолжение следует...